И здесь сейчас сидят пять команд, мы просили всех надеть майки, чтобы вы отличались визуально. Мы просили всех надеть бейджи поверх майки, чтобы было видно, кого зовут, чтобы мы могли к вам прощаться по имени. Лично меня зовут Саша. И у нас три вопроса. Вопросы я могу прочитать. Три вопроса. Нужно ли сохранять Советский Союз? Нужно ли переходить от командной экономики к рыночной? И на какую страну России нужно ориентироваться в своем развитии? На эти три вопроса будут отвечать все пять команд по очереди. А команда у нас в белом. У нас команда фракция популистов. В синем у нас фракция реформаторов. В зеленом у нас партия сторонников последователей Михаила Горбачева. В оранжевом у нас партия демократов. И в красном у нас, легко угадывается, партия коммунистов. Мы попробуем длиться, мне кажется, полчаса. У нас первые полчаса, это полчаса на вопрос, нужно ли сохранять Советский Союз. Давайте тогда попробуем путь представитель компартии, за минуту расскажем, что нужно ли. И пусть калиберами тогда, если можно, выходит представитель компартии к одному микрофону, а тем временем вы хотите уже к второму микрофону готовиться, представитель фракции реформаторов. Не нужно ли сохранить Советский Союз? Да, конечно же, Советский Союз нужно сохранить. Потому что это та страна, которая победила фашизм. Это та страна, которая первая полетела в космос. И стартовали при чем? С Байконура. А Байконур у нас где находится? Казахстан. А как мы можем Казахстан отделить? Как это так? Дальше. Это та страна, которая победила на Олимпиадах. Но как мы можем лишиться этого? Как мы можем забыть нашего прославленного хоккеиста Харламова, например? Дальше. Наша промышленность, наша тяжелая промышленность, которая была знаменита. На весь мир мы были непревзойденными. Наша армия, наша... Да все наше. Дальше. А дальше наше моральное воспитание. То, как воспитывались и как учили в Советском Союзе. Это было лучшее образование, которое давалось в мире. Дальше. И самым главным... Это был референсум, проведен в 1991 году, на котором проголосовали за то, чтобы Советский Союз остался. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы сказали, а Кабан, но он же в Казахстане был в сердце или нет? Ну правильно. Он был в сердце. А если мы развалимся, то... Будет уже не все. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый по кусочку хорла он на себе не растянет. Он бы остался в России с Лидерами. Ну а почему он не мог в Казахстане остаться? Почему он не мог в Гелоруссии и Украине? В России, что он в России. Молодец, я бы самым штурмом, наверное, в Гелоруссии. Сколько лет нам еще ждать вашего коммуниста? Сто, вести, триста? Хватит народу лить своих глупой идеологии. Почему мы в Гелоруссии? Мы ведем народ к светлому и лучшему коммунизму, который может быть только насветить. Да, у нас что-то не получается. Вы дайте нам еще вот тик-тик-тик-тик-тик. Еще вопрос по поводу Советского Союза. Саша, пожалуйста. Вот вы говорите, что нужно сохранить Советский Союз. Но ведь не боитесь ли вы обоскрении обстановки? Ведь многие люди уже точно определились, что не хотят жить в Советском Союзе, и хотят отделиться. Что вы с ними будете делать? Да нет, по-моему, больше 70% проголосовало, что хотят. А мнение большинства закон. Ну а взять прибалку куда-то, допустим, в Грузию. Они ведь хотят отделиться, и уже практически это сделали. Нет, мы их все-таки убедим, что это не больше того, что мы будем делать. А как вы убедать, то и будете. Снова танки водить? Как в 56-68-м годах? Зачем ты сразу танки? Самолеты едят. Вы поговорите с ними очень корректно. Я не все понял. Знаем, вы как корректно разбираетесь. Я думаю, что все уже понятно, что Советский Союз... Я думаю, что все понятно, что Советский Союз с нынешнего витя уже исчерпал себя. И далее не может просто существовать в прежнем виде. Поэтому мы, демократы, считаем, что Советский Союз уже закончил Советский Союз существования, и нам нужен новый договор на конфедеративной основе. То есть объединение государств с единой внешней политикой, с единой системой обороны и по возможности сохранить экономические связи в условиях рыночной экономики, но при этом дать республикам широкую автономию, чтобы они сами могли определять свою дальнейшую судьбу. Я думаю, что все. Спасибо. Кто хочет поспорить за спикером, задать вопрос? Вопросов нет? Все принимают согласно с вашей версией, кажется? Да? Нет? Но у меня вот вопрос. Вы говорите, что единая экономическая система. А как же у страны, в которых чем-то занимается, чем-то своим? А при этом? Литва. Чем-то прям Литва. Вот она занимается определенным руками. Как же она будет существовать? Если она будет одна. Я не говорил, что единая экономическая система. Нужно сохранить экономические связи в условиях рыночной экономики. То есть те связи, которые действительно покажут себя необходимыми. А какие признаки устроены? Ну, законцы. Неретательные производства, которые просто лежат тяжким грузом на экономике всей компетентации. Спасибо. Есть вопрос? Есть, есть. Почему вы хотите разрушить то, что вам создавалось когда-то? Почему вы не разрушаете то, что создавалось когда-то? Мы создаем новое на основе старых. Мы делаем только на лучшее. Вам, кажется, больше нету? По вашему мнению, вопрос, и проявленный веру. Позвольте его спортировать. Почему нужно сохранить Советский Союз? Так как это величайшее и уникальное государство, основанное на единстве и дружбе республики. Советский Союз — это разнообразие природных ресурсов, единое макучая администрация, многокультурное общество. Все это нам надо любыми силами сохранить. Мы готовы ввести диалог с тем, кто мыслить иначе. Мы готовы перестроить и пересмотреть на определенных условиях уровней взаимоотношения между республиками. Если у вас есть вопросы, то есть вопросы. Я не так против вас своими плакатами, чтобы вы себя по мне не знаете. Вот вопрос. Вы говорили, что дадите возможность конституционно решать вопросы между республиками. Дадите ли вы возможность свободного выхода из Советского Союза? Если республики сами подзакадят, то мне считают, что это не сможет свободно работать. А если все республики выйдут, то название сохранится? Давайте. Я думаю, да. А если все республики выйдут, то как вы стараетесь ввести дальнейшую политику? Потому что политика СССР одна и направлена на то, что... Мы будем стараться сделать так, чтобы республики не захотели выходить вниз из Советского Союза. Правда. Договариваться, ввести диалоги. Право, право помылить. Здравствуйте. 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 Вот вы говорили о сохранении Советского Союза. Но, к сожалению, или к радости, был проведен референдум. Вот вы говорили как раз о референдуме, о том, что все хотят сохранения Советского Союза. Большинство. Но был также проведен референдум, который был проведен в союзных республиках, которые были против того, чтобы оставаться, большинство было против того, чтобы оставаться в Советском Союзе. Как вы... Каково ваше мнение на то, что союзные республики против, а вы их, если это насильно, оставляете в вашем... в вашем... в вашем союзе. Не кажется ли вам, что это принуждение, во-первых, а во-вторых, это против Конституции будет? Выщемление прав республик. Я уже говорила, что, по-моему, коммунист, большинство проголосовало за в союзе сохранения Советского Союза. 30% не за. Учитывая мнение большинства, как... Но в республиках-то проголосовали против, когда переформулировали... Мы тогда будем вести диалоги с республиками, чтобы договариваться, как сохранить Советский Союз. А диалоги... Давайте тогда второй вопрос не будем, а давайте популистам отдадим к мунистам, чтобы получил вопрос на партию. Извините, пожалуйста, когда вы выступаете с Российского Союза, а Государственный Строй станет свежим? Государственный Строй? Урец. А каким вы имеете, как его вы имеете? Ну, а кто Государственный Строй имеете в виду? Коммунистам. А, кому есть? Нет, я думаю, что мы в том месте не будем оставлять. Лучше перейти к темам. Именно поэтому будет сделать майка, да? Да. Спасибо. Спасибо. Мы, реформаторы, считаем, что идея Советского Союза у меня себя и черпала. Считаем, что так же необходимо будет нам всем республикам выйти из Советского Союза. Став на это имеются очень сильные причины. Первая причина – политическая. Все вы знаете, что сейчас власть немного себя комплиментирует, ну, мягко говоря. И так же идет процесс нарушения централизации нашего государства. Поэтому на этом фоне возникают еще и кроме политических, экономические причины. Экономические причины состоят в том, что сейчас наша общая экономика находится в очень упадочном состоянии. Очень много долгов, очень много всяких неприятностей. Поэтому для этого выхода мы, реформаторы, предлагаем следующее. Всем республикам выйти из Советского Союза и самостоятельно продвигать собственную экономику. В таком случае мы можем сохранить Союз, но мы заключим Союз. Но при этом каждый из нас будет иметь собственную экономику, чтобы положить на адрес здесь на каждой республике. Самые громкие аплодисменты, это, кажется, были. И я вот уже вижу первый вопрос у команды демократовщиков. Когда все республики выйдут из Советского Союза, это резко дорожит обороноспособность не только России, но и всех остальных республик, учитывая то, что в Советском Союзе может быть огромное количество этнических конфликтов, больше всего правительств, как вы собираетесь решать эту проблему? И как вообще самостоятельно способность республики решать? Собороноспособность мы будем решать следующим образом. Так как все республики уже разделятся, а, как вы сейчас знаете, и сейчас, в Советском Союзе очень много, очень много республикских конфликтов, то они, соответственно, себя ищут поют. Что же касается армии и вооружения, то я думаю, что каменная республика сможет дальше вести свою собственную политику. В конце концов, мы придем к общему решению этой проблемы. Так как я не предлагаю абсолютно порвать все отношения к реализации с проблемами. А вам не кажется, что легче решить эту проблему отдельно, чем в таком большом, как в Советском Союзе, пытаться и делать что-то, пусть не сделает. Ну, знаете, нас тут пять всего лишь команд, но все разные мнения, мы не можем договориться, а без места, без спорта, без спорта, без спорта, без спорта. Лучше даже, чем был. Надо просто уметь договариваться, надо уметь находить какие-то ученики. А можете расшифровать метабору? Что умеете вы тут сломать прутики? Сломать прутики? Да. Если есть какой-то другой характеристик, то вы тоже быстро сломаете эти прутики. Сломаете, что это? Ну, а сломаете в каком? Поможем я. Знаете, если прутики в этом большом венике, хоть один из них поднимет, то это перекинется на абсолютно весь веник и поднимет все. Но есть как-то также возможность, что если прутики не до конца высовершены, то у меня не появятся почки кожи. И из каждого прутика вы тоже здесь свой веник. Просто вот будущий прутик надо очень много путь. Если он 7 путь, то он не нравится, что раньше. Если он не будет, то он не нравится, что раньше. Мы считаем, что конфликты сейчас достигли довольно больших размеров, когда она буквально до щита прошла. Сейчас она много путь не против. У нас все прутики нет. Я чувствую, что здесь плачут для компромиссов, но давайте мы перейдем, что тогда следующий вопрос, вот здесь не помню. У меня вот такой вопрос, все, наверное, помнят Горибский кризис. Если все республики идут на составы СССР, то Америка возможно установит нам свое влияние. Что вы будете делать, если она разместит свои ПВО здесь, границы СССР? Мне кажется, что она не разместит. Хорошая, ага. Нет, я считаю, ну, у моих коллег тоже есть мнения, я думаю, что все скоро свое, они меня сейчас подложат. Если все республики введут на закон СССР, господи, пожалуйста, куда они поставят свои... Потому что они там оставят какие-то свои вооружения, на какие-то СССР, на какие границы их подруги. Как это не будет? Как это не будет? На СССР? Да? На тот же Казахстан. Вот Казахстан. Нет, мы же говорим не о том, что... Мы говорим о том, что республика СССР началась в основном существовать, началась в свою политику. Вы же прекрасно понимаете, что такого не будет. Чтобы все державы начнут свой контроль. Все державы начнут контроль на своей державе. Вы не боитесь расширения НАТО до Востока? Не боитесь. Вот это я и говорю о том, да. Нет, мы не отказываемся от союза и от сотрудничества нашей республики. Мы согласны поддерживать связи со всеми республиками. Как картошка торговая, да? Реклама? Реклама. Мы говорим сейчас о том, что... Реклама. 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 Дело в том, что у нас должна развиваться у каждой из группы и собственной экономики, так как это у наших республики. Реклама. Реклама. Значит, у нас вопрос следующий. Ознакомившись с вашей программой, мы пришли к выводу, что это является чистейшим плагиатом завтра. Ваше мнение ошибочно. Подождите, стойте. Дайте мне договорить. Вы придерживаетесь курса, которым придерживается рожденный западный мир. Как вы можете это прокомментировать? Мне вот очень интересно. Если это западный мир рожден, то почему мы ведем с ними экономические связи с трагогами и сашим гражданами? А почему мы столько лет с ними находились в отношениях холодной войны? Ведем не мы. Наша партия не ведет с ними. Ведете вы. Только вы. Но в этом плане у нас есть несколько вариантов дальнейшего действия. Если вы более подробно ознакомитесь с нашей программой, то вы увидите, что это совсем не является тем, что вы сейчас нам представляете. Спасибо. Мы считаем, что Советский Союз уже больше не сохранен в том виде, в котором он существует. Советский Союз – это идея коммунистов, которая нам совершенно не близка. Мы создадим свое государство, которое будет еще лучше, чем Советский Союз. Это государство будет сильным и свободным. За 70 лет существования Советского Союза они и так не смогли прийти к светлому будущему, к их коммунизму, который Горбачев прогнозировал в 2000 году. Нам обещали коммунистам многое, но они не смогли это сделать. Мы же обещаем и выполним то, что обещаем. Я считаю, что то, которое было, оно прогнило полностью. И мы создадим новое, модифицированное, лучшее, светлое будущее. И мы обязательно исполним свои обещания. Мы не хотим жить в том старом прогнившем мире. Хватит это терпеть! Мам, ребята, терпеть! Есть вопросы? Всем все понятно? А почему мы демократы в Союзе демократии? Есть ли у меня какие-нибудь спикеры? Я понимаю? Нет, конечно, это ваше право. Вы можете говорить о том, что коммунисты многое обещали и ничего не сделали. Но вы тоже многое обещаете? А дайте нам шанс сделать. Мы обязательно это сделаем. А вы убедете, если вы не сделаете? Мы сделаем! Вы убедете, если вы не сделаете? Нет. Мы не сделаем, не можем. Мы сделаем. То, что обещаем, мы обязательно сделаем. Дайте нам шанс. Вы говорите многое об этом. Ну, например, вы хотите. Демонизируем в государстве. По подробнее можно об этом государстве? Что оно такое за утопическое государство? По-моему, где поклеще социалистическое? Я бы не сказала. Мы считаем, что в том виде, в котором Советский Союз существовал, он не может больше сдавать. То есть проведен референдум, в ходе которого было установлено, что все союзные государства, как большинство, вроде бы проголосовало за сохранение Советского Союза. Когда был проведен референдум в союзных республиках, дети республики, большинство там сказали за то, что мы отсоединимся. Мы считаем, что если они хотят отсоединяться, пусть они отсоединяются. Мы создадим новую Россию. Мы голосуем. Позже о нашей программе там сообщится как раз в следующем вопросе поподробнее. Я не буду пока скрывать эти карты. Но у нас определенные тезисы есть, по которым мы считаем, что обеспечить достойную жизнь гражданам, прежде всего, которые не смогли обеспечить Советский Союз, улучшить экономическое положение, то есть создать рабочие места на заводах, то есть каждому, чтобы была, во-первых, свободная труда, чтобы люди смогли заработать. Во-вторых, мы считаем, что у каждого человека должно быть приличное жизнье и приличное существование. То есть мы будем заниматься, во-первых, бюджетником, во-вторых, специальной сферой. И мы создадим... Вам же я понял. А ждем следующего вопроса. Вопросы у команды реформаторов. Скажи, на каком фундаменте вы будете строить эту страну новую? На фундаменте и на Россию. Россия – это самая богатая страна. У нас безумно... Во-первых, она очень большая, самая большая страна в мире, в России. У нас есть множество ресурсов. Мы сможем... У нас есть там знания, ресурсы. У нас есть руки рабочие. Почему нам не сделать новое, совершенно новое государство? У нас есть все предпосылки к созданию лучшего. Вот вы сейчас сами себе противоречите. Смотрите, вот ресурсы, они есть и в союзных ресурсах. Что вы будете делать, если они выйдут из состава союза? Они не хотят. Нет, они как? Они проголосовали против. Если мы будем держать, что это получается? Мы будем использовать методы коммунистов и репрессиями, кровью, лагерями, загонять их обратно. В Латвии, Литва, вот в Балтийской республике, они ценой многих жертв, они все-таки вышли у них. Мы что, будем повторять 68-й год? Что вы говорите, что мы соберем жить в России, потому что у нас есть рабочие земли. У нас уже будет хватать ни территории, ни дополнительных правил. В России не хватает территорий. У СССР больше. А, ну, целенные земли у нас уже кто-то покорял. Ничем хорошим это, по-моему, не закончилось. Спасибо. Есть ли еще вопросы к популистам и коммунистам? Допомню, что у СССР ресурсов было не меньше, а страны ничего не было. Можно тоже сказать? Напрашивайте, пожалуйста, за какой срок вы собираетесь провернуть такую операцию по улучшению состояния нашей страны? На данный момент наша страна сильно развернает. Понимаете? Отвечу я. Во-первых, мы не будем ждать 70 лет, как ждали этого вы. И так ничего не смогли построить. Мы построим это в максимально короткие сроки. Дайте нам власть, дайте нам работу, и дайте нам хлеб, так простых народ. Если он получит, он построит самое лучшее в мире государство. Смотрите, на какие деньги вы собираетесь это делать? Наша казна сильно опустила в эти годы. У нас не хватит средств на то, чтобы преобразовать наше государство. Она и будет пустеть. Если у власти останетесь вы. Если придем, мы... А кто уже не в казну? Да, кто расправил по сну? Мы вообще не имеем государственную власти, политическую власть. Вы дайте сейчас золотой запас КПСС. Украина, по чем подъезжает? Скажите, вот вы сказали, что не будете ждать 70 лет, столько, сколько нас КПСС ждали. А вы слышали такую проговорку, когда поспешишь и людей не смешишь? А нам нужно показать, вот у нас столько-то лет пройдет, может быть у нас что-то там будет. Да, мы надеемся на светлое будущее. Мы обещаем сделать это как можно быстрее. Нет, мы хотим жить как нищие при таких условиях, как мы жили в КПСС. У нас все хорошо, так получилось. Я могу действительно с ним спешить. Мы не спешим. У нас от нас не слишком большие сроки у нас в трео. В родные сроки. Они еще не имеют любого властья ни разу. Да, эти им шансы. Проголосуйте. Мы все сделаем. Спасибо. Мы сделали вид, что мы поняли вашу позицию. От командной экономики к рыночной. И мы приглашаем спикера от коммунистической фракции ответить на вопрос. На механику нужно, да, вы считаете? Товарищи! Это что же такое происходит? Это откуда берется такой вопрос? Нужно ли нам так выходить от командной экономики к рыночной? Это что же значит? Это 50 лет мы боролись в колонной войне против американцев? И теперь снова добровольно переходим в угол врага? Нет, господа. Мы не отрицаем, что нужно развивать частую собственность. Но это частая собственность должна быть ограничена тремя словами. Я их сейчас скажу. Кооперация, козрасчет и самоокупаемость. Кооперация. Следовательно, люди могут объединяться и добывать из себя материальные блага только в группе. Козрасчет. Следовательно, люди на предприятиях могут сами планировать что и в каких количествах они будут выпускать взамен госплана. И также самоокупаемость. Людям нужно, чтобы у них был хлеб, зрелище и где отдохнуть. Если бы предприятия могут не сидеть, они могут построить любой санаторий для своих жителей. Что еще нам больше нужно? Мы предлагаем построить экономику по принципу НЭПа. Да, НЭП располнился. Но мы знаем, что на БОНИ, уже созданном индустриальном обществе, мы можем построить новую экономику, которая будет очень хорошая. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И вот я вижу вопрос, претензии у популистов. Что, что, на коммунистах? Да. Все мы прекрасно помним, с чем закончился НЭП. У тех людей, которые заработали деньги, их отобрали. Получается, этим же самым закончится ваша политика? Нет, мы понимаем, мы осознали свои ошибки, и поэтому те НЭП-маны, которые появились со временем НЭПовской политики, мы для чего сейчас это делаем? Для того, чтобы человек мог сам для себя зарабатывать. Для нас главное, чтобы люди имели одинаковые возможности для того, чтобы получить для себя материальные блага. Если человек может зарабатывать больше, а он хочет, он будет получать это. Вот наш принцип. Можно? Да. Что вы можете сказать на то, что при вашей командной экономике казна страны чуть-чуть? Какая у вас нет последней возможности для совершения чего-либо? Какие-то свидетели? А знаете, из-за чего это происходит? Потому что в стране есть официальная идеология, но есть вот некоторые люди, например, как вы, которые развивают коррупцию в нашей стране, и вся казна пусте только за счет коррупции. Таких, как мы пытаемся перестроить машину. Потом, потом, потом. Вопрос в демократической фракции сейчас. Вы сказали, что у предприятия будут лишние деньги, и народ будет хорошо отдыхать. Откуда возьмут у предприятия эти деньги, если казна пустя? Объясняю. В общем, если предприятие зарабатывает лишние средства, а вот, как я объяснил, у него есть возраст счет, а предприятие его... ...вы государственные. Вопрос во время? Да. Вот. Если предприятие само планирует в каком количестве, по какой сегменту, будет производить, оно будет и заниматься собой реализацией своей продукции. Следующее, предприятия будут дать деньги, и если лишние деньги заедут, я не говорил, что они будут оставаться, это все зависит от того, как будет работать предприятие. Если они остаются, то предприятие может отдалить на свои нужды. То есть вы не обещаете, что народ будет хорошо отдыхать? Все в руках народа. Социализм — это равенство. Мы даем одинаковые возможности, а как этим возможностям будет пользоваться народ, это уже не наша проблема. Спасибо большое. Просто социализм — это... Второй вопрос. А задавали второй вопрос. Нам задавали второй вопрос. Сейчас просто в очереди. Не кажется ли вам, что полный контроль над экономикой — это возвращение консультантного решения? Опять же, возраст счет. И мы говорим, что у нас не будет прямого горосплана. Каждое предприятие будет само планировать, что и в каком качестве его производить. То есть это не полный государственный контроль над экономикой. Вы говорите, что вы не будете удерживать команду, которая участвует в этом лайнерном? Командная экономика там совсем другое. У нас командная экономика с элементами смешки. То есть средства производства... Да, уже со смешкой. Я в самом начале своего выступления объяснил, что нам тут необходимо развивать... Не развивать, а дать народу какое-то право начальство собственных. Среди для того, чтобы жить как... Мы предлагаем скрыть командную экономику, но ее необходимо реформировать. Мы это признаем. А вы прогрессивный коммунист. А вы точно коммунисты. Да, им позиции сайта на вопрос, козра, козра, козра. Мне вам тоже очень понравилась фаза, что вы хотите что-то рекоментировать. Обычно это наша конструкция. Я хотела спросить, а как вы планируете еще давать людям как-то собственность, если в стране сейчас огромное количество долгов? Долгие появились, благодаря вам. Долгие появились благодаря неудачному вашему режиму в 70 лет. А вы чего молчите? Я попробую вопросов поставьте, я думаю, сейчас это было достаточно. Давайте дальше. Был вопрос у популистских еще один. Микрофон, пожалуйста. Вы говорите, что это не ваше дело, как народ будет тратить деньги, и будет ли у него все хорошо. Но социализм, это прежде всего ваше движение говорит, что это все для народа. Вы противоречите сами себе. Вы опять-таки говорите, что нам не важно, как народ тратит деньги. Нам не важно, как народ будет с теми возможностями, которыми мы даем государство. Вы говорите, что не важно, но должно быть все-таки для человека. Вы считаете, что у вас главное это человек? Да. Но получается, а эти люди не будут тратить эти возможности так, как надо? Все как людей. Если мы будем контролировать, как они распределятся возможностями, то это будет специализм, который вы только что осуждали. Нет, но там продуманно. Нужно ли переходить к рыночной экономике? Конечно, да. Командная экономика, она тормозит всю экономику. Потому что распределение товара ведет с центра и происходит нехватка товара. То есть дефицит. Как можно терпеть дефицит? То есть мы не имеем нормальной одежды. Мы не можем купить себе джинсы, мы не можем купить себе продукты, фрукты. Нам нужно липить большие города, чтобы купить себе колбасы. И алкоголь. В общем, это невозможно. А то рыночная экономика, да, будет сложна. Но мы потерпим. И следующее поколение, оно будет адаптировано. Так же будет салон выбора. Будут развиваться предпринимательства. Ну и, конечно, ориентация потребителя. Всех будет хватать. И все смогут купить то, что им нужно. Ну и, в общем-то, качество условий должно вырасти, так как роль государственных средств не имеет. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, у Министер. Алкоголь – это плохо. Спасибо. Другие вопросы. У вас есть ответ на это? На эту реприку? Это не вопрос. Вы можете... Они вывезли, они отмечают. Вы можете... Без алкоголя в СССР не выжить. Есть ли у вас вопросы? Нету? У вас ничего нет вопросов? Информаторы? Нету? Увести? Вопросов нету. Спасибо большое. Такой вопрос. В стране после такого перехода боятся богатые и бедные. И не полетаются. Что вы скажете? Что-ли вас тоже не нравится? Ну, я бы на ту же снах считаю, а народ не существует. Кто вас боится миллиардов и ничего не будет? Все. Окей. Кто, кто сказал, сказать? Коммунист. Ну, то есть вы не спорите, что равенства не будет при вашем переходе к рыночной экономике? Да. Не спорю. Не будет, да? Как вам нравится? Нужно ли переходить к командной экономике к рыночной? Здесь нет однозначного ответа. Рассмотрев этот вопрос, мы выявили плюсы и минусы командной экономики и рыночной экономики. И сделали вывод, что резкие действия могут улучшить платы из насосознанных входит в историю. Коммунист. Рассмотрев этот вопрос, что резкий переход к рыночной экономике под костюм, накопленные мастер-летенцы социальных устройств. То есть, статистическое устройство. Будет такое, что нужно сделать, взять плюсы от командной экономики и рыночной экономики и сделать золотую середину. И таким образом создать новую экономику. Все. Можно уточнить, а как это примерно будет выглядеть? То есть, в целом будет управляться сверху, но при этом на местах будут какие-то ограниченные? То есть, чтобы была частная собственность тоже. Рассказывается, что государство месячного не поделало производить. Нужно просто программу создать эти плюсы, а это минусы и не соответственно. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? У коммунистов? Нет, я увидела, что уроки поднялась. Вопросы критика? Я понимаю, как можно отстегнуть все же разные системы, которые... Просто в командной экономике, в гермичной экономике, здесь стоит плюсы и минусы. Это я. В командной экономике государство контролирует производитель, то есть, оно может контролировать просто формально, а может на деле. Формально, например, если там на местах они воруют и отправляют отчеты, что у них все хорошо. А на самом деле там не так. Тут тоже есть свои плюсы и минусы. Также цена. Она единая, например, на какие-то обычные товары. А в рыночной экономике производители могут устанавливать на каждый товар разные цены. Могут быть дорогие, а могут быть низкие. И так же в командной экономике, если они едины, то, например, они могут быть высокие или вы либо низкие. И поэтому отсюда надо брать все плюсы и минусы. И семья. Ну, а просто... Да. Как вы ее назовете? Рыночная команда соединяется, и как вы ее назовете? Смешанная. 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 О, красная. Извините, пожалуйста. А вот в смешанной экономике вы не боитесь, что будет сильно развиваться коррупция, так как средства производства будут нажать государству, а частные предприятия, предприятия будут выгоднее будет покупать... Это как у нас. Мы считаем, что нужно перейти к рыночной экономике, потому что в данное время наша страна терпит большие изменения. Республики задумываются об этом здесь союза, и экономика коматная свои плюсы пережила. Она отвела к разуму до опустения. В рыночной экономике существует определенная, как невидимая рука рынка. То есть государство, даже не государство, а сам рынок, сам эта система сможет иметь баланс спроса и предложения. Мы считаем, что лучше рыночный журналист. А вы не боитесь, что Республика начнет воровать, если вы даже не пьете контролировать, что все средства будут уходить и понять, как куда? Кем же поставить? Ну, по-первых, мы понимаем, что этот процесс достаточно сложный. Так как все живы по одной системе, и мы знаем, что народ будет недовольным этим. Но существует определенный план, который разработан. Мы сначала повышаем зарплаты, даем деньги, которые смогут жить, а дальше следует инфляция. Это первый самый скучный. То есть цены на продукты, которые самые необходимые, ну, с должен быть ем, они будут повышаться. И мы понимаем, что это время не самый тяжелый для народа. Но если наша система сможет вот эту, если это сможет насчет, то мы нормализуем ситуацию в стране. То есть какие-то образы. При коммунистическом строе, при командной экономике, позомните, у нас страна сейчас вообще ответствует. И не ответить ни на что. То есть вы сами знаете, что вы террористически говорите, что вы страна ответствует, но мы тебя не понимаем, это план 2. У нас есть план пределный. У нас есть план, но вы экономите. План не надо, я же вам план программ. Идет программ. А как это? Просто возьмем печать, да я разбудила. Мы до этого, в предыдущем выступлении говорили о том, что мы планируем перед тем, как вести к химичной экономике, чтобы все республики вышли с таким образом, экономить и сможем стабилизироваться. И отсюда будут лицать дальше. Вопрос у кого-нибудь так. У меня вот такой вопрос. Не боитесь ли вы, что перед тем, как мы опустим цену, возвращаемся из финансов и деньги продвеселиться? Какой период будет? И мы... А зачем период делать? Зачем? У нас же проверили, что меня описает, что будет период, когда действительно, пообещаясь идея, когда, да, будет какой-то дефицит продуктов. Но, а пережить этот дефицит продуктов, чтобы нормализовать экономику, понимаете, у нас сейчас совершенный краб. Командная экономика пережила себя. Вы можете сказать, что-нибудь плюс ее? Вот на данный момент. Какой срок вы собираетесь пережить этот дефицит? Мы не сами точно, да. Так вот, мы не сами. Ну, как и здесь мы будем стараться, как можно... Как и здесь мы будем стараться, как можно... Замечить срок принести эту политику. Ну, если о главах государства, то есть человек, которого сможет... Вы говорите о том, что какой-то короткий момент, когда он действительно будет болезненный. Мы честные люди, поэтому мы сразу поговорим, что будет такой урок, который будет несколько болезненным. Но без него невозможно будет построить экономику, она просто будет неначем ее удержать. То есть, вся ваша экономика... Можно давать? Скажите, о какой-то изменчивости? Мы предлагаем новую систему экономики, так как мы предлагаем никакой оптический режим. Мы за то, что... Мы за перестройку, мы за распады все. Мы за то, чтобы республики вышли и стали существовать отдельно. Если они вас существуют отдельно, какая команда экономики может быть? О чем мы говорим? А можно я задам вопрос? Хорошо, давай. А можно спросить, вот во время инфляции, вот, ну, какие-то люди у них зарплаты или ценятся, но они потом снова заработают. А вот всякие пенсионеры, у которых вот есть какая-то пенсия, она совсем обесценится, а жить им осталось уже не очень много. Как с ними жить? Государство продумает, это стоит правильно. Государство продумает стоит в программе. Да, у нас будет новая налоговая система. То есть, та налоговая система, которая была в командной экономике, отменяется, и мы будем ее пределать совершенно новыми путями. Да, у нас появятся налоги, которые раньше не были. Но, как это не было, за счет нового налога будет появляться казна, с которой мы будем оплачивать. Так, сделаем это, поэтому я отмешу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть вы поддерживаете ту же политику, что мы сейчас как горбачокцы? Вы считаете, что это должна быть смешанная экономика? Нет, вы горбачокцы за Советский Союз. Советский Союз? Тем не менее, мы за Советский Союз говорим. Вот вы сказали. Да, можно говорить. У нас будет... У нас будет... О, смешанная хуйня. У нас смешанная. У нас будет... У нас будет... У нас будет... У нас будет, чтобы вообще ничего не брать. Вы про здрава, чтобы этого вообще ничего не говорите. Народ получит хорошую зарплату, личную пенсию. То есть, старикам будет обеспечена старость. Счастливая старость. Будут путешествовать по миру. Паспорт всем в течение самого краткого времени. Сатранпаспорт. Будем. Мы будем показывать им свой пример. Запад перейдет на нашу сторону. Спасибо. Вы сказали, что вы не хотите приедения с Запада. А вы знаете, кто придумал смешанную экономику? Разве это не Америку, а Русскую, по-прежнему? У нас своя смешанная экономика. Не сказать, что своя. Просто сказали, что смешанная. Это вообще смешанная. Это Русская, а это Америка. Хорошо. Могу сказать, что иногда Запад. Бывают такие моменты, когда придумают что-то стоящее. И этим стоящим иногда надо пользоваться. Мы из этой смешанной экономики поднимем сторону на такой уровень, на который не можно поднять ни одно государство мира. Можно сказать? Следующий раз. Еще есть у вас коммунистов вопросы? У меня не вопросы, а кто сказать, как его. В начале 90-х нам в Китае тоже смеялись над этой экономикой. Но сейчас что-то как-то не смеются над ними. Спасибо. Это несколько ответов. Спасибо. Реформатор. У нас есть краткий и доступный лозунг бюрократов и коррупционеров к стенке. То есть тюрьма, лагеря, пульс работают, выпирают свои животные. А чего вы тогда лучше будете? А может случиться? Мы же против. Даже они такие жестокие. Ну, ну. Не надо. Не надо. Спасибо. Мы услышали пять ответов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы услышали пять версий. Нужно ли пересадить от помазанной экономики, или не нужно? И теперь мы приходим к третьему вопросу. На какую страну в России, или по Советскому Союзу, нужно ориентироваться в своем развитии? И это будет за тех, кто будет. Зачем нам вообще на таком бы то ни было ориентироваться? Так как, как известно, мы являемся одной из моих сверхдержав. При том, что старая сверхдержавая. Старый творог, расстраивайся, готовишься. Все люди отметят, что мы, на данный момент, первые, до сих пор во всем. То есть, наших спортсменов знают все. Науки мы верные. Мы покорили космос. И во многих других властях деятельности человека мы до сих пор впереди. Более того, на нас ориентируются многие страны. То есть, в данный момент появляется все больше и больше государств, которые поддерживают нас и пытаются и у себя политическую систему построить в подобном же порядке. То есть, мы должны просто вернуться к истокам, не обрабатывать других реформах и репутация сделать то, что мы когда-то сделать не успели. Вернуться к 20-30-й и просто начинать делать то, что... То есть, мы должны быть старой. Теперь давайте вопросы. А у вас организмите и подпады? Как вы говорите, что нас ориентируют. Сколько нас ориентируются? Нас ориентируются и у нас, по некоторым странам, да? Мы проиграли политическую систему? Ну, я не считаю, это было уже на втором этапе, я так не считаю, это не вообще, это сходный вопрос. А, кто на нас ориентирует, это странный сотрудник, считайте, что он может быть, да? В основном. Чаушенску тоже на вас ориентирует, и что с ним стало? Ну, как с ней нет, да? Ну, и как с ней не стало. У популизма сейчас есть вопрос сейчас. Вот вы говорите, что вам надо дать еще один шанс. Вы что, хотите через 70 лет получить вот такую же ситуацию снова? Нет, мы хотим не допустить тех условий, что возникли сейчас. Кажется, здесь всех вас и шансы. Но у вас было больше времени, чем у нас. Но мы немного достигли. У нас нет времени, сколько мы достигли. Дайте нам шанс. Вы просто не поможете. Вы сейчас потеряете все. Мы потеряем за счет нашей политики. Из-за того, что вы ее вешаете, то власти вы должны проверить это. Ну, извините, пожалуйста. Мы, например, грехи от политики Горбачева и наша партия, чтобы поддерживать то, что стояло у истоков этой идеологии Маркса и Энкси. Так, если бы ваша политика была бы идеальной, разве вы еще не придерживались? Мы инсулируем все, правильно? Ну, это партия. Я говорю за партия сейчас. Есть еще вопросы? Кажется, у нас предварительно положено. Давай звоним. Приходите к какой-нибудь практике. В какой момент была совершена та ошибка, которая правильная политику партии привела к тому, что есть сейчас? А никто не говорит, что она сейчас неправильная. На вопрос на какую страну можно сравняться, у нас есть ответ. Необходимо, прежде всего, равняться на социально-ориентированные страны. Нам необходимо строить социальные успехи, а не то, что сейчас из чего отбили нас коммунисты. Это связано с репрессиями, то, что творилось во время нас с вами. Вы говорите сейчас о каком-то равенстве, о равенстве социальной политики. Сейчас страну вздевает множество национальных конфликтов. Как вы можете говорить о каком-то практически идеальном государстве? Все из вас говорили во всех выступлениях. Хватит уже озвучить популистов, которые стоят на разборке только в демагогии и высказывают о том, как все будет хорошо, как все будет классно. Мы предлагаем конкретные образцы европейских стран, которые могут соответствовать. Мы предлагаем создать, если странить человеческий союз, на расстройках федерации. Таким примером нужен нам встречающий царь, в котором существуют автономные области, которые зависят только вооружением, какими-то нитями, конечно, но они не зависят. Они зависят так, как будут в своем свете. Таким образом, еще страна и Швеция, в которой нет столько конфликтов, сколько в Советском Союзе, а даже тех же национальных. Более 100 лет отстранения Владимирских и Межных конфликтов. За эти страны нам нужно равняться. АПЛОДИСМЕНТЫ Как всегда, вопрос? А, вот вы говорите, то, что вы должны равняться на всякие там Швейцарии, на Швеции. Россия – это страна, у нее самобытный путь развития. Разве она должна равняться на какие-то европейские? Разве приживутся европейские какие-то стандарты в России? А мы не предлагаем европейские традиции. Мы предлагаем перенять опыт только в стране и регулирование, которое у нас коммунисты смогли построить. Я считаю, что он не приживется просто. Вы так считаете? Мы сможем. Коммунисты хотят вам задать вопрос? Извините, пожалуйста, за счет 50 лет воевали против Запада. Ну, холодная война была. Неужели вы думаете, что сейчас Россия ждет с роскостерками? А зачем мы эту холодную войну вообще в социальных? Для чего вы скажете? Нет. Это ваша уже проблема. Вы говорите, что… Наша проблема – то, что нам досталось, конечно. А кому это будет в Западе, чтобы вам объясняли? А мы должны строить автоматические, цивилизованные отношения в отличие от вас. То есть они согласятся на это, да? Конечно. А почему они будут вести диалог с приватным правительством? Ну, понятно. Россия, если у вас не будет решать, если у вас не будет решать, если у вас не будет. Но это может, к сожалению, а может идти к счастью. Но если у вас нет, то есть все-таки какие-то страны, которые нам все добавляют. Это США и Европейская Британия. Но это США – это страна, с которой у нас наконец сейчас возникают творческие отношения. США – один из самых высоких уровней жизни. США также один из самых высоких уровней ВВП. Также существует гражданское общество. В Европейской Британии существует международное открытие. Гестровый запретенец и уничтоженный прочь. Мы ни в коем случае не подумали, что мы будем волентироваться в другие страны. У России всегда был, есть и будет свой отличительный акт. Для других украшений. Спасибо огромное. И у Николаевского вопросов, дайте, пожалуйста, несколько минут назад. США – наш главный политический враг. Чем мы должны на него равняться? Пень, пень. Это у кого-то будет война. А сейчас это наша страна, наш союзник. А у коммунистов вопрос. Они, наверное, будут нарушать. А у коммунистов вопрос. Вы говорите, что США – наш союзник, наш партнер. Я сказал, что в том, что он на войне, через два года закончится. После этого у меня. Настаивайте. Не было уже медного договора. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. И предлагаю реформаторам ответить на тот вопрос. Ждем вам ничего. Это неожиданно. Мы реформаторы, проанализировав опыт разных стран, пришли к выводу, что в вопросе развития нашей стране нужно ориентироваться на Запад, то есть на Соединенные Штаты Америки. И мы нашли некоторые причины. Во-первых, наша страна называется более совершенной экономикой, а как известно, именно от экономики зависит уровень жизни всех людей. Во-вторых, как в США есть первоначальная экономика, так и нам нужно поменять плановую экономику на рыночную экономику, так как именно рыночная экономика предполагает более стабильные институты. Ну и, конечно, нам нужно поменять режим. В нашей стране должна быть демократия, потому что каждый человек должен иметь свои права. Спасибо огромное. Нет, я узнала себя в этой практике, мы видим. А, когда вы не сдадите вас? Извините, вы говорите, что будете строить экономику по принципу, как у США. А знаете ли вы, что у США самый большинственный политический долг? Не может ли быть так, что с Россией учится это самое? А мы не собираемся делать экономику с нашу точку, как в США. Мы собираемся скомбинировать плюсы нашей экономики и экономики США. И именно тогда... А назовите, пожалуйста, эти плюсы. По второму вопросу мы уже сказали, когда экономика будет в нашей стране. Размер? Да, да, да. Да, хорошо, по-моему, по-моему, теперь два раза. Мы сейчас будем делать вопрос, часть 1 никакого. Я такой вопрос. Один из вас сказал, что США наш враг. Почему вы, конечно, должны поравняться? А знаете ли вы, наша партия для того и нужна. Даже внутри партии мы могли налаживать разные разноклассники. Браво! Есть ли еще вопросы к информаторам по поводу пути России? Нет, вы? Мы все согласны. Мы считаем, что Россия – это самобытная страна. У нас должен быть свой собственный путь развития. Мы за сильную Россию. Россия не должна ни на кого равняться. Все должны равняться на Россию. Зачем нам смотреть на зажравшийся Запад? Я считаю, что в России великие люди. Поэтому Россия – самая великая страна. Мы должны жить сами по себе. То, что собственный путь развития будет правильным для России. Мы поднимем Россию с колен. Мы за сильную Россию. Спасибо. Есть ли вопросы? Мы за сильную позицию. Да. Это коммунисты. То есть вы признаете, что вы принимаете нашу программу? У нас вырустил. Понимаете? Вы против царизма. Вы против царизма. Мы считаем, что во время царской России… А у вас не царизма? Нет, вы против царизма. Коммунисты против царизма, против царского режима, так? А может, и нам он сейчас даетесь. Во время царства России была также великая страна, мы можем брать примеры из царской России, брать лучше, а вы считаете, что там лучшего нету. А, у вас будет царь большой. Нет, у нас совершенно другое. Мы возьмем лучше. Например, теория о едином народе, в котором образуется страна. Спасибо, это наша программа. Нет, не ваша программа, это наша программа. Ваша программа террор и кулак. Вопросы не накажут. Вы сейчас не фашисты? Нет, мы считаем, что должна быть культура, вокруг которой должна создаваться всеобщая культура, когда не будет никаких межритмических конфликтов, если все будут знать какой-то один язык, который будет общим для всех. И будет культура остальных народностей, которые там могут говорить, которые могут иметь свои традиции, но при этом они не знают культуру других традиций. Есть народность, которая представляет страну, которую большинство, а мы считаем, что это правильный пульс. У вас будут международные отношения? Как это не будет международные отношения? У нас будет единственная нация, которая будет представлять страну. Есть титульная нация. Как вот сейчас, допустим. А вы не волнуетесь о том, что будут именно какие-то волнения? У нас, по-другому, у нас будет совершенно другая система строения государства. Мы против того, что были республики, допустим, национальные республики такие, допустим. У нас будет другое кистративное деление, поэтому мы считаем, что мы таким образом берем конкретные конфликты. Плюс еще мы будем вводить испытания не только в школах, но и на работах. Вы ориентируетесь на оба других стран? То есть вы считаете, что лучше учиться на своих? Это вы будете страдать народу? Почему это нужно страдать народу? Если мы наступили на одни и те же грабли, вы запомнили, где вы получили шишку? Правда, почему мы наступили на одни и те же грабли? Потому что это известная культура, наоборот, дается вокруг народа. Как же вы собираетесь вычислить то количество различных хайпусов, которые существуют в территории? Вы не вычеркиваете различные этносы? Но вы скажете, что каждый этнос должен будет причиняться к культуре, которая будет ведущей в нашем стране? Понимаете, что вы также обучаете все абсолютно народу, русском языке? Знаете, поэтому, наверное, это четвертая воля калеранты. Потому что так же не нужно. Мы считаем, что калеранты должно быть, что все люди должны знать русский язык, то, во-первых, этносы помимо строя из-за правительства должны знать чужие традиции, и тогда будут все жить в дружбе, в мире и счастье городе. Спасибо. Спасибо. Мы предлагаем остальные вопросы, в общем-то, выразить все умение в голосование. Но все-таки я даю последний вопрос из Гребачева. Скажите, а вы не говорите, что если вы не будете обязываться на запад, то страна просто у нее в детскую тормство перестанет развиваться, и откроется цель отставок в каких странах? Почему это мы будем отставать от своей страны? У нас будет свой тормство перестанет развиваться. Во-первых, возьмем с того, что у нас завтра. Мы весь телец провели с Азарной войск в Кибер. Это милый весь телец отставания, скажем, от стран завтра. Поэтому у нас собственность будет развиваться. Это объясняется. Мы страна, которая находится между Европой и между Азией, между тылой и Паритой, между двух армии. Мы считаем, что мы должны брать лучшее, смотреть, но мы используем путь, а мы там… Кстати, смотрите, какие ошибки, они наступают, и даже не встают. Смотрите, а вот, как вы сказали, у нас была вторая монгольца Рика, то мы стали тренировать страны, когда кто-то первый знал позицию по западному образцу. А вы помните, как вы строили правительство или формы? Спасибо. Позиция партии понятна. Аплодисменты. Аплодисменты. Вы можете опускать бюллетени с голосами. Голосование тайное, непонимационное. Если хотите, так и голосуйте, можно голосовать против всех. Итоги будут сойдут поздно. Вы не можете голосовать сам за себя. Обидно. Вы не спереди. А, конечно. А, все. Нет, такой возможности бюллетени нету, поэтому можете грузить кого-то другого, что мы не станем лучше против всех. Первый, что мы развалили экономику. Ну, в том, чтобы вам сказать, что разваливать к этому моменту было, собственно говоря, уже абсолютно нечего. Помните, как в известном советском фильме, если вы его видели, «Красить ничего не надо, все украдено на вас». Вот все было развалено за нас. Вообще, спад в СССР начался еще в начале 80-х до 70-х годов. Потом был короткий вспресс после прихода Горбачева. И коллапс, собственно, стал нарастать с 1986 года, когда саудовские шейхи перестали сдерживать нефтедобычу. Цены на нефть и в советские годы – это был единственный источник благополучия и экономического роста. Цены на нефть стали катастрофически падать. И за пять лет, собственно, великой державой не стало. К концу 1991 года это не было, поверьте мне, журналистским преувеличением. Действительно, речь стояла абсолютно реально о том, что… А это писали и наши, и газеты, и западные, что страна погружается в хаос, что ей градит голод, что ей градит распад не только СССР, а уже и России. И, возможно, гражданская война по яброславскому варианту. Но только вы понимаете, что, в отличие от Югославии, мы были стороной с ядерным оружием. И гражданская война в стране, напичканной ядерным оружием, это совсем не то, что гражданская война в Югославии, хотя любая гражданская война – это… У нас сейчас, конечно, нет времени обильно цитировать статистику и факты. Если вам это интересно, просто прочитайте книжку Егора Тимуровича Гайдара «Гибель эпирии». Я вам в любом случае советую ее почитать, вы узнаете много интересного. Она написана блестящим журналистским языком. Ну, если вас заинтересует свидетельство, так сказать, непосредственно участник событий, вы можете прочитать мою книжку «Высший год назад России и переломи». Такое просто несколько фактов. Запасов хлеба в централизованных ресурсах хватало на снабжение населения в размере 250 грамм в день. Это норма блокадного Ленинграда. Дело в том, что все крупные и средние города, они снабжались централизованными. И ресурсов в централизованных запасах не было практически никаких, потому что они в значительной степени базировались на импорте. Великий СССР, кто не знает, импортировал 40-45 миллионов тонн верна в год. И в значительной степени снабжение крупных городов базировалось на импорте. После путча августа 1991 года все иностранные кредитные линии были заморожены. Соответственно, импортный источник весят. Может быть, другой факт. Мне довелось быть заместителем, председателем валютно-экономической комиссии правительства, которая занималась валютой. Вот в какой-то момент все валютные резервы российского правительства составляли 26 миллионов долларов. Ну, для тех, кто, может быть, как-то не очень владеет экономическими материями, я скажу, что сейчас это капитал такого среднего банка или такой крупной внешнеэкономической компании. Это были все резервы российского правительства. И нам приходилось делить буквально каждый доллар на покупку инсулина, потому что иначе просто диабетики, извините меня, помрут на покупку каких-то других лекарств и так далее. И, может быть, просто мое личное воспоминание, у меня эта картина до сих пор стоит перед глазами, потому что она произошла в памятный для меня день, когда меня как раз назначили в правительство. Я жил тогда вот здесь, на Садовом кольце, только немножко дальше туда, к Курскому вокзалу, кстати, в доме, где жила коллега Александровна. И у нас напротив такой длинный гастроном, поскольку он на первом этаже жилого дома, он длинный, длинный и узкий. И я еду из Белого дома, значит, получив свое значение, решил зайти купить что-нибудь поесть. Я захожу поздно вечером, уже захожу в этот гастроном, а там, видимо, продавцам было неудобно оставить совсем пустые полки. Поэтому они все заняли баночками саджики. И больше в магазине в этот вечер не было ничего. Вот так же представляете себе такую сюрреалистическую картину. Примерно 100 метров в злитой магазин и уходящие вдаль баночки саджики. Больше ничего. Дефицит товаров был в этот момент тотальный. Второй миф, что реформу можно было проводить мягко и постепенно. И в этом смысле любят ссылаться на китайский опыт Дэн Сяо Бина, на латиноамериканский опыт. Кстати, закончили все полные катастрофы, в отличие от китайского. Да, наверное. Наверное. А если бы эти реформы начались в середине 60-х годов. Как реформы Косыгина, которые носили, конечно, очень половичный характер. И после событий в Чиколайке даже они были свернуты. Да, наверное, реформы прошли бы мягче, если бы на них решился Михаил Сергеевич Горбачев где-нибудь в 87-м году. Может быть еще в 88-м году, когда еще не наступил коллапс потребительского рынка, развал финансовой системы и собственно всей экономики. Но о какой постепенности можно было говорить, когда у вас тотальный дефицит товаров. Когда у вас дефицит бюджета составляет 30% валов внутреннего продукта или более. и финансируется на 90% просто печатать в пустынгене, под который нет товаров. Когда у вас валютные резервы 26 миллионов долларов, а долги, которые успело набрать последнее советское правительство, которое давали под реформы Михаила Сергеевича Горбачева, были совокупны 124 только миллиарда долларов. Вот простой пример. Могла ли быть постепенность? Либерализация цен. Вот вашему покорному слуге пришлось в этом смысле сыграть одну из ключевых ролей, потому что вот этими, собственно, тремя пальцами был написан указ о либерализации цен и соответствующее постановление правительства, который его потом развивало, но который подписывал, конечно, и Аельцева. Так вот, правительство, последнее советское правительство Валентина Павлова, оптовые цены отсупалили. Ну, дальше не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что если предприятие, условно, там, булка хлеба обходится в 10 рублей, а вы, собираясь контролировать розничные цены, говорите ему, нет, ты продавай ее за 5. Ну, идиотов в экономике не бывает. Какое-то время, конечно, можно силой ГУЛАГа и страха заставлять людей работать бесплатно, но в это время, слава тебе Господи, этого оружия уже не было. Значит, остается единственный вариант – платить субсидии. производителя платить 10 рублей, а потребителя продавать по 5. Но бюджет, который финансируется просто в печатном деле, который пуст абсолютно, в каких субсидиях могла идти речь? Соответственно, очень просто. Если вы не можете контролировать цены, если у вас нет денег для того, чтобы платить субсидии производителям, ну, значит, вы должны их либерализовать, потому что иначе ситуация скатывается просто к абсолютному коллапсу товарного рынка. Вот и все. И чем дальше вы эту меру оттягиваете, тем масштаб этого коллапса становится больше. Это вот к вопросу о постепенности. То же самое нам говорили наши критики и сейчас говорят. Надо было сначала провести приватизацию. Надо было сначала создать основы рыночного хозяйства, а потом не передавать цены. Это чудная, чудная идея. И в каком-нибудь академическом споре я бы, наверное, тоже согласился с этой точкой зрения. Но только вы цены контролировать не можете. Приватизация – это не мера, которая делается вот так. Раз, два, три – сегодня все было государственное, а завтра все стало частым и работает по законам рыночной экономики. Это процесс, который занимает в любом случае годы, даже если вы идете на массовую приоритетацию. А у вас товарный голод. И как вы можете не освобождать цены? Или давайте постепенно. Советский правительство провело этот эксперимент. В марте 1991 года указан Горбачева все цены постепенно были повышены на 90%. Не произошло ничего. Производство увеличиваться не стало. Товарный голод остался точно таким же, каким он и был. Поэтому, к большому сожалению, время для вот таких мягких постепенных реформ было катастрофически упущено в середине 80-х годов. И еще один очень важный момент – вот китайский опыт, который часто приводится как пример успешного реформирования, имея в виду, что российское было неуспешно. Но забываю только об одном – что китайский, как, кстати, и опыт реформирования генерала Пиночета, который проводил в Чили, достаточно успешные либеральные реформы. Только они базировались на тотальном, в случае Пиночета просто военном, в случае Китая, в общем, не сильно отличавшемся, контроле над экономикой и обществом. Я напомню, что китайский путь реформ пролегал через площадь Кяньаньмэй, где вот ваших ровесников и студентов подавили танками, когда они выступили за политическую реформу и политическую модернизацию тогдашней власти Китая. Вот их просто подавили танками. У нас, к сожалению и к счастью, не было армии, которая готова была стрелять в народ, и более того, не было государства вообще. И во многом код реформ начала 90-х как раз определялся этим фактором. После того, как СССР развалился, вот вы представьте себе ситуацию в России. Ведь Россия была, да, крупнейшей, да, богатейшей, да, субсидировавшей все остальные республики, но всего лишь одной из 15 советских республик. Вся политическая власть, военная власть, дипломатическая власть, экономическая власть находилась у федерального центра. В России не было базовых государственных институтов, не было реально собственного центрального банка, не было армии, не было таможни, не было валюты, не было государственной границы, потому что границы, которые стали государственными, когда-то это были просто административные линии, которые там зачастую два сельсовета между собой договаривались, которые потом один оказался украинским, а другой российским, или один оказался псковским, а другой – эстонским. Ну, давай вот у нас граница между нашим сельсоветом и вашим пройдет вот от этого дуба вот до того столба. А потом это вдруг оказалась межгосударственная граница двух ненависимых государств, у которых не было таможни, у которых не было пограничной службы. То есть у России не было базовых государственных институтов. И это во многом, собственно, определяло тоже код реформ, когда вы не можете обеспечить на каком-то этапе, по крайней мере, должное государственное регулирование, должное государственное контроле. И наряду с спасением страны от хаоса и голода, созданием основ рыночной экономики, потому что мы решили, что это единственный путь спасения страны от экономического халапса, параллельно нужно было создавать основные, базовые государственные институты и провести цивилизованный развод безъядерной войны с другими бывшими советскими республиками, начиная от бережа за град собственности и кончая, что гораздо болезннее и важнее, бережом ядерного оружия, которое было в четырех республиках, и которое Россия сумела договориться, целиком забрать себе и поставить под свой контроль. Ну и, может быть, еще два вида, так сказать, совсем коротко. Это разгоревшие сбережения в Сбербанке. Ну, вы точно с этим не столкнулись, как люди молодые, но, может быть, там вот от своих мам и пап, бабушек и дедушек, вы слышали, что вот у них были вклады в Сбербанке, а они обесценили в результате реформ, и это, конечно, Егор Тимуревич Гайдар и друзьями не украл. Должен вас разочаровать. Вкладов, де-факто, никаких не было. Были записи по счетам в Сбербанке, а, значит, все 600 миллиардов вкладов на тот момент, ну, кстати, их заморозило правительство Павлова еще, но у людей короткая память, и они не помнят уже, что, собственно, сделало последнее коммунистическое правительство, а что сделали реформаторы, и на всякий случай все веды приписывают реформаторам. Вот идиотская денежная реформа была проведена в апреле 91-го года, когда мы с Егор Тимуревичем Гайдаром работали вот в Димуническом институте, он директором, а я его заместителем по научной работе. Никакого отношения к принятию решений не имели. Но, тем не менее, и это обычно тоже приписывается нам. Так вот, 600 миллиардов в Супербанке были полностью истрачены как раз вот на то самое субсидирование, о котором я вам говорил, с попытками сдержать стабильные розничные цены. И об этом есть официальные документы, огромное количество, сейчас не буду их цитировать, где Крабачева об этом уведомляют, Павлова об этом уведомляют, потом уже постсоветское правительство Силаева, о том, что полностью платы населения в Супербанке истрачены на текущее финансирование бюджета. С другой стороны, откуда обрадовались эти вклады? Они уже во многом относили вынужденный характер. В предприятии дали свободу, тогда еще стилистическую правду, старство, дали свободу в назначении оптовых цен и дали свободу в назначении зарплат своих работников. Ну, как вы понимаете, после, там, семидесяти лет сажатия гаек, вдруг обдали свободу, ну, какой же директор ей не воспользовался. Зарплаты стали расти просто как реакция распаду урана. А цены пытались, а цены пытались держать, ночью розничные цены пытались держать стабильными. И, соответственно, вот эту разницу надо было надо было чем-то финансировать, на что уж и сбережения. Но, с другой стороны, по мере нарастания товарного дефицита люди на эти деньги купить ничего не могли. Поэтому эти сбережения были вынуждены. Просто некуда было девать, они не слили, не слили в пербак. И, фактически, эти деньги с самого начала были уже бесценены тем, что они ничего нельзя было купить. Просто, когда вы сдерживаете цену, у вас это все принимает форму тотального товарного дефицита. Когда вас уваждают эти цены, у вас происходит скачок, денежная масса балансируется с товарами, и вот тогда вы узнаете, сколько реально стоили ваши сбережения. На самом деле они стоили там несколько раз дешевле, чем у вас было написано на счетах. Ну и последнее, может быть, по поводу по поводу приватизации. Или так называемых ваучеров. Вообще, надо сказать, российская приватизация, это был, конечно, большой набор компромиссов. Я имею в виду массовую приватизацию 1993-1994 годов. Во-первых, это был компромисс с Верховным Советом, который был далеко не нынешняя государственная дума, который обладал абсолютно реальной властью, и правительству, и президенту приходилось не очень периодно считаться и идти на очень периодные компромиссы. И вот та модель приватизации, которая была реализована, она на самом деле была в итоге предложена Верховным Советом. Второй момент, откуда появились вот эти ваучеры знаменитые, или приватизационные чеки. Значит, вначале предполагалось, что всем распишут некую условную сумму денег по счетам. И каждый будет покупать акции приватизированных предприятий. Но потом выяснилось, что наш любимый Сбербанк просто не в состоянии это обеспечить. Открыть одновременно 140 миллионов счетов и их обслуживать, запоминая, сколько человек потратил на то или иное предприятие и записать на него соответствующее количество акций. Мы сказали нам, что это года три уйдет, чтобы к этому подготовиться. Тогда пошли по числоватскому варианту вот этих приватизационных чеков. Вот, собственно, вся простая история в нашей эстетике простых иногда вещей. Но что было самое главное, почему действительно надо было ускорять приватизацию? Не только потому, что это, конечно, гарантия невозможности отката в прошлое, коммунистическое прошлое, которое базировалось, среди прочего, на тотальной государственной собственности. Но реально начался стихийный процесс приватизации. Каждый более-менее ушлый директор или партийный работник, он фактически начал просто захватывать собственных. Форм было огромное количество. Директор под залогом лучшей части своего предприятия берет кредит, который, конечно, не возвращает. И все предприятие чуть-чуть уходит, значит, по ценам, сильно отличающимся от реальной стоимости, уходит кредитору. И, значит, при предприятии организуется маленький кооператив, где работает, как правило, жена директора, его племянник, ну и, может быть, бабушка главного инженера. Ну и иногда еще сосед секретаря райкома партии. И предприятие, значит, передает этому кооперативу в аренду по символической цене все свое лучшее оборудование и поставляет ему всю продукцию по одним ценам, а он потом продает совсем по другим. Соответственно, вся разница оседает на счетах этого скромного кооператива, который, как правило, ничего не производит. Он производит только движение бумаг и денег на счетах. То есть процесс фактически захвата уставки собственных пришел, и он набирал обороты. Поэтому очень важно было ввести приватизацию хотя бы минимально в какое-то цивилизованное русло. Ну и вот что последнее. Вот часто говорят, что эти реформы, это мы все слезали с чикагской школы, монетаристской школы великого американского экономиста Ногеревского лауреата, Милтон, Фридмана. Ну тоже низ, столь же далекая действительность, как и те, о которых я уже рассказал. Есть, конечно, некоторые базы в Ростово-рыночной экономике. Свободные цены, свободное отношение между производителем и потребителем, а относительная свобода внешнеэкономических связей, там, свобода торговли, та или иная степень конвертированности валюты, ну и так далее. В этом смысле и теория Фридмана, и теория Гейтса, и даже страшно сказать теория Карла Макса, не в ее полигализированном виде, она из этого, собственно, исходит. Это некий базовый принцип, без которых не обойтись, и который, естественно, ну и взяв курс на построение рыночной экономики в российскую действительность внедряли. Но очень многие решения, как я вам пытался показать на двух-трех конкретных примерах, они диктовались совершенно никакой не теорией, они диктовались абсолютно реальной экономической и политической ситуацией в стране. Вот повторюсь еще раз, если вы не можете контролировать цены, то любите вы Фридмана, или вы любите Гейтса, которого альтернативная теория, и вы не любите ни того, ни другого, не имеет никакого значения. Вы их не можете контролировать. Значит, у вас, собственно, только два варианта. Или тотальная карточная система и распределение всего и вся, и комиссара на заводах, и насильное изъятие зерна у крестьян, те грабли, на которые большинство наступили в 18-м году, под названием военный коммунизм, которые закончились гражданской войной. Либо введение основ рыночного хозяйства, что позволяет достаточно быстро насыгнуть рынок, что, собственно, в нашем случае, слава тебе Господи, и произошло. И надо сказать, что за этот удивительно короткий исторический период, гос небольших правительства Гайдара было у власти. Я вот оглянулась назад, думаю, что это, конечно, фантастично, сколько он успел сделать. Ну, помимо, собственно, ликвидации угрозы голода, хаоса и преодоления тотального товарного дефицита, это, действительно, либерализация внешнеэкономических и внутри хозяйственных связей. Это введение конвертированности рубля. Вы, наверное, сейчас даже не можете себе представить, что было время, когда не то, что на каждом углу рубль нельзя было поменять на доллар, евро, швейцарский франк и так далее, а когда это было дикчайшее уголовное преступление. В какой-то момент расстрельная статья, введенная Кручевым, еще крупным нашим, тоже либералом, реформатором, в кавычках. Это был, конечно, гигантский шаг. Переход от тотального планирования к госзаказу. Переход на совершенно другой тип отношений с бывшими союзными республиками и торговля по мировой цене. Это коммерциализация экспортов вооружений не на поддержку национальных и политических движений, а чтобы страна действительно зарабатывала на этом деньги. Это введение российской валюты, собственно. Ну и так далее, я могу еще долго-долго это перечислять. И упати боже, не пытаясь, так сказать, приваться в чужой славе, но объективности ради надо сказать, что, конечно, эти меры, они с точки зрения наполнения привавков дают эффект быстро. А с точки зрения самороструктурной перестройки экономики на это уходят годы. Вот многие успехи нулевых, они как раз связаны с теми основами рыночного хозяйства, которые с таким гигантским трудом и преодолевая гигантское сопротивление смогли, собственно, создать и развить вот Гайдар и его товарища. Спасибо. Я просто хотел в остальное время на вопросы, потому что я точно знаю, что, чтобы вам не говорил этот докладчик это всегда разуме неинтересно, чем то, что вы спрашиваете сами. есть вопросы? я нахожу в руку. Геннаград. Здравствуйте. Геннаград. Геннаград. Гайдар, значит, написал очень удачный доклад в свое время для Михаила Сергеевича Горбачева, один из его программных докладов, и под это был создан институт экономической политики, где Гайдар стал директором, а я, как он уже сказал, был совместителем по научной работе для директора, и мы готовили такие прогнозно-аналитические материалы, которые, значит, посылали и Горбачеву, и Ельцину, и, ну, это был, похоже, известный вот такой музыковой центр, но не более того. Значит, потом, собственно, путь, и дальше окружение Ельцина где-то к концу сентября понимает, что коронавирус дубик, что, действительно, нужны какие-то коренные изменения, и они уже понимали, что СССР де-факто распался и скоро распадется до юра, и нужно было делать, значит, вот программу реформ. И, собственно, предложили нам. Это и была официальная линия, там, бывает, спокойным министром экономики Евгению Соборову, тогдашним, значит, который подготовил это как-либо официальной линии, а нам предложили написать альтернативную программу. Мы к этому отнеслись, так сказать, очень скептически, потому что к этому времени уже писание программ превратилось в такое академическое развлечение. Была программа 500 дней, была программа согласия на шанс, был еще там виток менее известных программ, это уже превратилось в такое в себе. Вот. Но, почему мы согласились, я говорю, как много случайного в истории, потому что в этот момент на здании, где мы сидели, покушался мэр Москвы, его помнил. И чтобы помочь, значит, академика выдвига над своей зданием, в том числе, место, где мы не сидели, мы решили, что надо как-то поближе установить отношения с властями, такие, и вот это нам поможет в борьбе за здание. Поэтому мы пошли писать эту программу, но вот чем кончилось, вы знаете. еще вопросы? Аплодисменты «Опыт перехода от феотализма к капитализму к капитализму». Был не менее драматический в истории человечества уход перехода от капитализма к социализму. Было огромное количество трудов просто. Десятки тысяч ученых политэкономов социализма теоретически обосновывали этот переход, в основном цитируя Владимира Ильича Ленина. А вот теории перехода от социализма к капитализму не было. И практики не было. И нам эту теорию пришлось, что называется, писать по ходу пьесы своими руками. «Ну у меня немножко вот здесь некорректный вопрос. Как вы считаете, как наоборот – институт город. Институт город хотя бы префестра или отдыхать?» «Ну я соврозжил. В 90-м году у нас был большой завод вы микрофон прижмите, курсый завод В иностранной ферме выкупили его и продали запчасти. И так, я знаю, по многим, выкупили полностью и продали. И, возможно, не остался. И я знаю, было так по многим продавцам. Смотрите, какая история. Я не знаю, что конкретно проговорил этот ваш залог. Видео-мегафоны. Потому что, ну, как-то мы не с кем уже давно не собирались воевать. И, хочется надеяться, и сейчас не собираемся. По которой, самое главное, был абсолютно непосилен для советской экономики. Если говорить о том, что помимо падения цен на нефть, собственно, раздавил Советский Союз, это, конечно, гонка вооружений. Это, конечно, гонка вооружений. Пытаться, какая бы у нас ни была дешевая рабочая сила и так далее, попытаться соблюдать парикет с Соединенными Штатами, экономика которых была там в пять раз больше, чем Советского Союза, по самым таким лесным для нас подсчетам. Ну, как вы понимаете, просто физически невозможно. И, естественно, когда вот этот вот оборонный заказ многократно сократился, и, кстати, именно мне пришлось драматически заниматься, то многие предприятия оказались совершенно нижних способными. И дальше зависело от, так сказать, директора, способен он реструктурировать предприятие, войти там на конверсию и так далее, и оно просто оказывалось бомбровым. Конечно, в свете литерализации внешнеэкономических связей появилась конкуренция с Илкортом. Вот сейчас, в рамках нашего выступления в Северной торговой организации, эта конкуренция, безусловно, возрастет. Конечно, это определенные испытания для наших товаропроизводителей. Потому что, когда вы за железным сандресом, как писал Живанецкий, если других сандалий не видел, наши самые лучшие. А когда появляются другие сандалии, вдруг выясняется, что наши, в общем, не самые лучшие. Поэтому, естественно, вот эта вот возросшая конкуренция и самое главное, самое главное. Вот чем рыночная экономика отличается от плановой? Ну, миллион отличий, но самое, может быть, ключевое. Вот в плановой экономике, Госплан, Госнаб, ЦК, КПСС, может быть, а может не быть, они принимают решение, что производить и что нам с вами потреблять. И вот в этом все время была заминка, что подлый советский потребитель не хотел потреблять то, что ему предписывал Госплан. В рыночной экономике потребитель рублем или долларом, или евро решает, что он будет потреблять. И, соответственно, дает сигнал производителю, что надо производить. Ну, значит, не знаю нюансов этого завода, естественно. Вот могу только допускать, что, видимо, потребитель своим рублем не проголосовал за его продукцию. Ну, кстати, может быть, у вас какие-то вопросы интересуют и из современной нашей жизни, не только история, может, не стесняться. Я из Владимира, меня зовут Георгий. Вот у меня такой вопрос. Он не из современной нашей жизни, а из истории. Вот вы, когда попали, скажем так, вверхи, начали все эти реформы, вы, как сказали, досталась уже страна с разрушенной экономикой. Что вы в этот момент чувствовали? Безысково, так сказать. Ничего, чего не было. Ну, понимаете, мне было 38 лет. Это немножко другое ощущение, чем... Я могу сказать, что вот сейчас я, конечно, был бы лучшим милистом, чем я был тогда, вот своим нынешним, так сказать, опытом, пониманием и так далее. Но, с другой стороны, вот сейчас я бы, наверное, не решился половину тех решений, которые я тогда сумел провести, проводить. Потому что только вот отчаянная, отчаянная романтическая смелость позволяет принимать некоторые решения. Я приведу один пример. Значит, когда мы пришли к власти, мы обнаружили, что квот на экспорт нефти выдана больше, чем в стране по прогнозу будет добываться нефти в следующем году, в 92-м. Это, кстати, вопрос о коррупции в СССР. Ее там якобы не было. Была и очень даже как милиция была. Квот на... А вы понимаете, что такое квота на экспорт нефти, да, когда на внутреннем рынке нефть стоила там 100 долларов за тонну, а на внешнем... 100 рублей, простите, за тонну, а на внешнем 120 долларов. То есть люди, получавшие квоту, становились добровыми миллионерами просто за несколько дней. Вот только... Только от отчаянной смелости и желания сделать действительно что-то такое полезное. Можно принять решения, которое мы приняли. Мы отменили все выданные квоты на экспортнерты. Вы можете себе представить? Вот у людей просто забрать вот так, как они уже считали, из кармана там несколько... как минимум сотен миллионов долларов, а может быть и миллиардов. Ну, сначала мне подожгли дверь, потом там разбили машину, было покушение. Я даже попросил выдать мне пистолет. Ну, не только я, они там включили ключевую медицину, действительно выдали пистолеты. Вы сами понимаете, это абсолютное мальчишко, конечно. Вот. Ну, вот так. А еще мы были абсолютно уверены, что мы проводим в правительстве ну, два месяца, ну, может быть, три максимума. Вот мы сейчас разгребем всю эту грязь, вот самую трудную и благодарную работу выполним, либерализацию, ЦН, вот какие решения, значит, отмена экспорта в плод на нефть, выдаемых, ну, и так далее, и так далее. То есть, они были науну перезревшие, это все понимали. Это и наиболее продвинутые министры Горбачевские прекрасно понимали, только не было политической воли решиться на эти меры. Конечно, они не популярны, конечно, они не нравятся населению. И честь и хвала Мария Николаевича Ельцина, что у него, значит, а, хватило ума все-таки пойти по этому пути, а не по пути военного коммунизма, но, б, он действительно рискнул бросить свой, в тот момент, гигантский политический ответил. Гигантский, он был просто кумиром, не умолитесь, он победил на выбор там с гигантским преимуществом, значит, когда обвалодировался Верховный Совет РСФСР, и он бросил весь этот свой авторитет и, в общем, потерял его в конечном итоге вот на элитерийский, экономический и социальный эпох. И, конечно, он нас своей большой спиной перекрывал в этом смысле. Ну, а, знаете, еще было, конечно, такое ощущение некоторого счастья, в каком смысле, мне кажется, для нормального мужчины, дело, спасибо Боже, не изогрет такую дискриминацию, наверное, и конечно же, но для мужчины все-таки особенно. Мне кажется, это очень важно иметь возможность принимать серьезные решения и нести за них ответственность. Вот, я счастлив, что у меня был этап в жизни, когда это было так, и это было действительно решение не купить сегодня черный хлеб или белый, а более серьезный. Простите, вот вы сказали, что можно задать вопрос на современную, да? Более того, я вообще, извините, что я вам переведу, я вообще недавно стал председателем новой партии гражданской инициативы. Я не буду сейчас предлагать ее программу, вы можете найти сайт, там все написано, но я вас искренне в нее приглашаю, поэтому можно не ограничивать меня просто профессору экономики. Хорошо, спасибо. У меня вопрос, по какому пути наша страна идет сегодня, ведь заводы закрываются, то есть мы ничего практически не производим, мы как-то держимся, за счет чего существует наша экономика сейчас и вообще сколько она еще продерживается. вопрос. Я, конечно, понимаю, что это точно такое вопрос. Вопрос очень резонный, даже недавно, буквально неделя назад, перед Путин по этому буду совещание собирал у себя на даче в Сочи, задавая вопрос, что будет с экономикой и велев ее быстро высправить. Да. здесь как-то мы все понимаем, что люди работают не так, как за заводом, как за кого-то, а есть отельные, скажем так, не так, не так, не так, не так, не так. Хорошо. Я начну с второго, более простого. Вообще в мире все налоги платят только или предприниматели, или население. Больше просто некому платить. Предприниматели платят, соответственно, предпринимательские налоги, а население платит налоги на личное имущество и личные доходы. Идиотство того примера, который вы, наверное, имеете в виду, стояло в том, что пытались, это отдельная тема, очень болезненная сейчас, дефицит пенсионной системы. Потому что мы преступно потеряли время для реформирования нашей пенсионной системы. И сейчас это такая мина замедленного действия, которая вот лежит под нашей экономией, которая может взорваться с графическими последствиями. У нас сейчас дефицит бюджета пенсионного фонда более триллиона рублей. Ну, такая цифра абстрактная, триллион, квадриллион. Ну, это более 10, примерно 10% всего нашего государственного бюджета. Это дефицит бюджета пенсионного фонда, который доплачивает федеральный бюджет пенсионному фонду. Значит, и они пытаются всеми способами, делая вид, что они не повышают пенсионный возраст, и что они не будут повышать налоги, так сказать, вот разными путями, тем не менее, сделают и то, и другое. Что касается пенсионного возраста, то его повышение фактически идет за счет того, что сокращаются так называемые пенсионеры-люборники. У нас же очень многие профессии еще в советских времен выходят на пенсию не в 55 или 60 лет, как основная масса мужчин или женщин мужчин, а гораздо раньше, начиная с шахтеров и кончая балеринами. Но самая большая группа в этом смысле это работники правоохранительных органов и военнослужащие. 20 лет мыслу, и все-таки имеешь право на военную пенсию. Ну, или 25 какая-то специальность. Вот сейчас они будут резко сокращать гоник, что фактически означает рост среднего пенсионного возраста. С другой стороны идет повышение налогов за счет вот этих страховых взносов на пенсию. И вот та мера, которая имела страфический эффект, это в два раза попытались повысить страховые выплаты на пенсионное обеспечение для индивидуальных предпринимателей. Значит, и кончилась эта тема, что 400 тысяч человек прошли с рынка. Кто-то, наверное, ушел совсем, кто-то ушел там просто в день. Это 15% всех индивидуальных предпринимателей страны. Решение в том, что на этом, если бы они не ушли, а стали право в два раза больше платить, государство заработало бы несчастные 40 миллиардов рублей. На фоне одного триллиона, ну, понимаете, правильные. Значит, это люди, которые обеспечивали так называемую самозанятость. Они не обращались к государству, они не обращались за пособием этой медработицы, они не искали мест в бюджетной сфере за счет государства, они сами себя кормили, и еще членов своей семьи, и зачастую там каких-то небольших количеств наемных работников. Когда 400 тысяч индивидуальных предпринимателей уже здесь рынка, это значит реально работают потеряли где-то там 700 тысяч или 800 тысяч человек, в чем идиотство этого решения. Ну, теперь по поводу того, какую экономику вообще мы строим за счет чего живем. И он в основном за счет нефти. Ну, широкую взгляд, и нефть, газ, значит, металлы и базовое химическое сырье. Значит, доходы от нефти и газа составляют сейчас 52% нашего вздохного бюджета федерального. Обеспечивают примерно две трети экономического роста. Почему наша экономика так уязвима? Что завтра, не дай бог, не дай бог, происходит падение на достаточно длительный промежуток времени цены на нефть, и все. И мы покрыты. но к большому сожалению, вот этот благоприятный период, когда цена на нефть росла, 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 и на нас удлился вот этот золотой дождь нефтедолларов, и несмотря на все воровство, и на всю коррупцию, какие-то ученики все равно растекались, и там какие-то подачки и пенсионерам доставались, и бюджетникам, и учителям, с врачами, хотя совсем не те, которые они достойны. А в один прекрасный момент этот золотой пак, он не иссяк, но он стал менее интенсивным. И у нас уже возникли колоссальные проблемы. И вот кризис 2008-2009 годов показал, насколько мы уязвимы, как экспортно-зависимая сырьевая экономика. у нас падение промышленного производства, падение в аутрииных продуктов было гораздо глубже, чем в любой стране 20-х. Что самое, на мой взгляд, преисформатое, что мы сейчас строим не оправдавшую себя нигде в мире, не в Аргентине, где этот тот, был, не в Южной Корее, они от него тоже отказались, модель государственного капитализма. Подавляя частую конкуренцию, подавляя свободный переток капиталов и рабочей силы, у нас какой бы сектор экономики унивляет, там ключевую роль играет государственная или контрольная государственная компания. Рука на зай, поэтому я быстро исчерпаю примерами. Аэрофлот, Сбербанк, БАРК-ВТВ, российские технологии, Рособоронэкспорт, Роснефть, Газпром, ну и список задачи можно продолжить сами. Вот это лицо современной российской экономики. Крупные, неэффективные, вороватые государственные компании. Том, как не вам понимать, что это все очень как-то нестабильно, и, как вы сказали детские, все-таки цены на падут, что мы будем делать? Вопрос, а сколько они упадут и как долго они в этом упавшем стане проводят? Они упадут там на полгода, но у нас есть резервные фонды, так же, как это было в 2008-2009 году, мы их сожрем. Вот если они упадут год ли Канаду, тут придется проводить очень серьезные реформы, и проводить их в неблагостной ситуации, когда на вас длился этот золотой дождь властью не хватает ума этой новинности начать их проводить сейчас хотя бы, уж раз не хватило ума в 2005-м который это делали, или 2003-м когда начался этот поздравил, когда нет, но не дожидаясь кризиса, ну, знаете, пока кровь не грянет русский мужик. Ну, а если совсем будет плохо, тогда им придется, наверное, позвать антикризисных менеджеров, которые длили этот опыт в начале 90-х годов. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я из Ростовской области. У меня следующий вопрос. Недавно я в газете прочитал статью о доходах наших чиновников. Вы вы знаете, да, по-моему, если не взять память, в конце марта пенсионерам была добавка к пенсии. И она была 300 рублей. 324. Ну, да, 324. Мне хотелось спросить, почему наши чиновники зарабатывают так много, а пенсионерам добавляют так мало? И куда смотрит наше правительство? Витя, я к сожалению и к счастью перестал состоять в нашем или в вашем, если хотите, правительстве 25 марта 1993 года, поэтому вот с этого дня никакой ответственности за него не несу и нести не хочу. ну, что тут скажешь? Поруют. Поруют. Я недавно вот, так сказать, там, изучил случайно тему, например, госпрома. откаты и вообще, надо сказать, сильно обогащает мировой язык, это становится такими международными термины, насколько много западных бизнесменов проводит в России. В конце 50-х мы обогащили мировой лексикон словом спутник, а теперь мы обогащаем словом там перить, откат. в госпроме откат составляет 25% в среднем. Вот. Вот от этого а там инвестиционная программа покупали где-то полтора-трелех. Дальше посчитайте. Дальше посчитайте сами. Понимаете, если говорить серьезно, значит, вот если вы строили так называемую вертикаль власти по принципу в первую очередь, непрофессионализма, некомпетентности, а личной преданности и участия или неучастия в одном известном костеративе, то вам потом очень трудно этих людей как-то заставить работать иначе. Знаете, как победил коррупцию, настоящую коррупцию и дал толчок экономическому росту легендарный уже теперь человек, высшим премьер-министром Сенгапу, ротец Чекопорского экономического чуда Ликвань Ю. Он посадил и он сказал «Все, все, парабай прекращаем». Все посмеялись, все друг друга знают, все члены одного кооператива. посадил трех ближайших друзей семьи. Через две недели стреляли упокорщим с коррупцией. Не все в борьбе с коррупцией можно решить посадками, конечно, надо менять сам механизм принятия решений. Просто, понимаете, чем меньше чиновник будет делить, лицензировать, контролировать, разрешать, и так далее, тем меньше объективная база для коррупции. Если от него мало что зависит, ему никто ничего не купит. Надо именно такую систему и создавать. И второе, самое главное, что у нас появилось в 90-х годах, вот, я их проклятываю, и, к сожалению, исчезло в нулевых. Это контроль общества над властью. Вот это самое главное средство и борьбы с коррупцией, и принятие каких-то разумных решений, это контроль общества над властью. Начиная от выборов свободных и кончая антикоррупционной экспертизой информативных авторов. Не декоративными советами, которые сам себе министр назначает, а когда ему гражданское общество, предпринимательские организации, организации защиты прав потребителей и так далее, вот они ему делегируют людей, которые, так сказать, составляют наблюдательный совет того или нового, экспертный совет того или нового министерта, ну и так далее. Форум много, но вот до тех упор, пока мы не вернем контроль общества, гражданского общества над властью, хорошего у нас не будет. Поэтому я на старости лет и создал партию гражданской инициативы, которую приглашают. А может второй вопрос. Здравствуйте, Доктория. Мне представляют, что 52% дохода на наши страны составляет нефть. У меня всегда читала нашу статью, которая рассматривает себя что будет если закончиться. Вот интересно, сейчас это рассматривает какие-то варианты альтернативы и действительно так не завтра. Если нефть закончится завтра, послезавтра наша страна тоже закончится. Я думаю, что будет очень трудно предпроводить остат России в основном случае. Значит, ну вот на мой взгляд, на мой взгляд, пока власть проявляет какое-то удивительное легкомысие. Значит, нефть не закончится. Недавтра у нас разведка запасов где-то на 40 лет, но они все время пополняются. Запасов гораздо больше, уголят почти на 200 лет. Но есть угрозы, связанные с так называемой сланцевой нефти, сланцевый газ. Это новые технологии производства, которые привели к резкому удешевлению. Там, правда, очень сильный негативный экологический эффект, очень серьезный. Минимизация экологических потерь может сильно дорожать процесс производства сланцевой нефти или сланцевого газа. Но, тем не менее, амбликации, которые активно сейчас эксплуатировали эти технологии, у них цена на газ снизилась в 10 раз внутри Соединенных Штатов. И это для нас, конечно, очень серьезный вызов. Потому что... И второе, это технологии сжижения газа. Раньше чем была наша сила? Мы были монополистами, потому что у нас была единственная труба в Сибири-Европе. А сейчас, когда появился жижный газ, все, в Сибири-Европе, потому что огне в таком изнано восстанавливается, в жижном виде употребляют. То есть источников поставок газа внутри Европы, главные потребители Китай, второй даже группы потребитель, сейчас кто угодно может поставлять. И это, конечно, для газпрома это колоссальный вызов. И пока реакции на него нет. Уже. Здравствуйте. в Сибири-Европе, в Законской области, у него просто тоже касается производства скрываемого. В последнее время в нашем 17-е все больше и больше сравнивалось с банановой республикой. Вот. И в Сибири-Европе в Сибири-Европе порядка 1-й 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 Ну, вы не судите экономике задуматься о том, что то, что мы продаем эти границы газ, нефть, лес, крупникам, это может перерабатывать и, в принципе, продавать все дороже. И никаких других жителей не было. И именно из-за этого, мне кажется, Россия способна стать на третьем мир. — Простой и популярный ответ. Вы правы. Нет, я действительно искренне так считаю, потому что совершенно очевидно, что тонны нефти в виде сырой нефти, которую вы выводите по трубе, и тонны нефти в виде современных, так называемых, конструкционных пластмасс, ее стоимость увеличивается в десятки тысяч раз. Но проблема-то и то, что для этого нужно очень серьезное капиталовложение. А серьезное капиталовложение возможно тогда, когда предприниматели в стране верят. Вот, к сожалению, в нашей стране предприниматели не верят. У нас ежегодный отток капитала составляет несколько десятков миллиардов долларов. Вот за первый квартал этого года убежало 27 миллиардов долларов. Хотя нам наши власти прогнозировали, что в целом за год будет 15 миллиардов. Вот первый квартал уже дал 27. Значит, этот первый момент, это неблагоприятный инвестиционный климат, связанный с незащищенностью собственности, с отсутствием нормального, неангажированного, компетентного, независимо от исполнительной власти суда, вот с той самой коррупцией, о которой мы уже говорили, бюрократическим давлением и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все элементы, из которых складывались, как говорилось, неблагоприятные инвестиционные климы, почему люди не хотят инвестировать в Россию. Почему даже если наши предприниматели инвестировали, они предпочитали до недавнего времени инвестировать в эти приростные фланы. Знаете, кто самый крупный иностранный инвестор в Россию? Абсолютно. Наглую лучше всех остальных. Кипр. Скромное островное государство. Понятно, что это не деньги, киприотов. Наши деньги, вновлящающиеся по киприотским флагам. Знаете, кто занимает второе место? Как вы думаете? Принанские и Роджинские острова. Правильно. Принанские и Роджинские острова. Кто-то знает, где они находятся? В Роджинской Роджине. Кто-то знает, где находятся в Британсской Роджине? В Алиссио-Моле. Молодец. Примерно там. Но это вот действительно талантливый и образованный. По-моему, это молодой человек говорил, да? Я не видел, как говорил, но не важно. Думаю, что 99% наших граждан не знают такого слова. Британские и Роджинские острова. Это второй крупнейший инвестор. А это вообще 2-3 крошечных атолла, где живет несколько тысяч адвокатов, негров и метисов. И у них единственный продукт, они продают офшорные компании. И порвано, больше ничего не производится. Понятно, что это российские деньги. Почему? Потому что наши бизнесмены все антипатриоты? Да нет, конечно. Просто потому, что они предпочитают какой-то будет конфликт по поводу собственности. Судиться в высоком суде Лондона, а не в посланном суде города Москвы. Или там, в суде города Кирова. Сейчас рассматривается дело Киров-Леса. Будем надеяться, что оно будет рассматриваться объективно. Хотя некоторые сомнения на этот счет присутствуют. Вот ты и вся история. Ну что, на том вопрос время на последний вопрос, если он еще есть. Я так потом выслушал всех, кто отвечал, выслушал ваши вопросы. И знаете, что-то мне насчет нашего будущего в России сомнение. Потому что слишком много у нас минусов. А хорошим так и поговорим. Как вы думаете, если включая ваша Россия? Вы знаете, вот если все будет идти так, как идет, думаю, что... Ну, понятно, что Россия никуда не есть. Чинь, да, она просто слишком большая. Но думаю, что будущее нас ждет не очень веселое. Поэтому на самом деле очень многое зависит от вас. Очень плохо, если вы проголосуете ногами. Что, к сожалению, делают очень многие и уезжают назад. Как раз вот образованные, то, что называется, креативным классом. Это может быть большее видать, чем то, что от нас долго пробегут. Очень многое будет зависеть от вашей жизни и традиции. Вот от того, насколько вы готовы будете идти в политику, насколько вы готовы будете становиться гражданскими активистами. Потому что если не будет вот этого оттомления гражданского общества над властью, надежда на то, что она будет меняться, сама по себе становится все меньше и меньше. Поэтому я вот именно вас прежде всего призываю занять максимально активную гражданскую позицию и бороться за свои права, бороться за чужие права по разным поводам. Начиная от самых мелких, точная настройка, разрушение того или иного памятника, экологические преступления и так далее. И кончая в конечном итоге, конечно, выборами. Конечно, выборами не обязательно можно вступать в какую-то партию, хотя я с гражданской инициативой приглашал. Но вот не занимать активную позицию, не ходить на выборы, потому что да все равно там что-то нарисуют. Нарисуют, конечно. Конечно, если вы не будете голосовать, если вы не пойдете наблюдателями, если вы не будете, поймав власть на фальсификациях, оспаривать это в суде или в уличных акциях протеста, действительно ничего не произойдет. Может быть, звучит пафосно, но это так. Будущее России зависит от нас с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok